Всем добрый вечер! Напишите, пожалуйста, как видно, как слышно, все ли в порядке, чтобы нам начать наш эфир. Тема эфира сегодня будет, как подобрать базовое покрытие. И существует ли та идеальная база, которую все хотят иметь у себя. Так, как подобрать базу? Как подобрать базу? Вижу ваши пальчики вверх, чтобы расфокусироваться. Но прежде чем мы с вами начнем, хочу вам рассказать очень интересную и приятную новость, возможно, о которой вы еще не знаете. Запись, конечно же, запись всегда у нас есть эфиров, мы все время все сохраняем, поэтому всегда можете пересматривать. Никогда не удаляем. Какая цена базы и топа? Сейчас все расскажу. Подождите немножечко, сейчас присоединится народ. А то потом все пропустят, начнут, а, повторите, подскажите, помогите. Сейчас немножечко все соберутся, и я вам все обязательно расскажу и покажу. Так, ну а пока, как я и говорила, сначала о очень приятной новости. Спасибо, пожалуйста. Новость очень приятная для тех, кто сейчас хочет осуществить какой-то заказ, приобрести для себя полигель, акригель для работы, для наращивания ногтей. Вы можете сейчас зайти на наш сайт. Наш сайт называется InGarden Shop. И там вы увидите очень крутую акцию. Сейчас при покупке трех акригелей, три, которые у нас есть в нашей линейке, то есть это белый, там прозрачный, бежевый, там, ну, то есть вы выберете три любые акригеля. Сейчас не загружается интернет так долго. Тормозит. Прямо сейчас я вам на сайте покажу акцию. При покупке трех акригелей B-Gel вы получаете жидкость B-Solution для акригеля, вот такую вот 100 мл в подарок. Поэтому вот хотела вам рассказать о очень выгодной акции. А сейчас мы с вами приступим к изучению базовых покрытий. Я вам расскажу о своей идеальной базе. Так, мне понравилось, купила лак вашей марки. Просто супер, спасибо большое. Давайте поговорим про базы. Базы InGarden. Я вам несколько покажу под макролинзой. Базы InGarden. Сразу скажу, что в нашей линейке существуют сейчас самые распространенные базы. Это базы Идеальные ногти. Идеал Нейлс. И Файбер База. Сейчас расскажу их отличия, потому что часто спрашивают, а в чем же разница, а какую же лучше выбрать. Сейчас о каждой из них мы с вами поговорим. И по стоимости сразу вас сориентируем. Базы у нас представлены в объеме 30 мл и 11 мл. Любая база стоит 990 рублей. И любая база 11 мл стоит 595. Я человечек рациональный, поэтому всегда покупаю базовые покрытия в объеме 30 мл. Но, как вы видите, это достаточно выгодно. То есть тут получается разница в 400 рублей, но при условии, что у вас материала почти в три раза больше становится. То есть любая база стоит 30 мл 990, 11 мл 595. И давайте же поговорим. Как я и сказала, существуют базы Идеальные ногти и Файбер Базы. Вот как раз вам разница объемов. 30 мл и 11 мл. База в 30 мл. Что-нибудь у меня запачкано? Потому что я постоянно использую крышку как подложку под что-то. База в объеме 30 мл. Файбер База. Она здесь уже идет камуфлирующая. Файбер База. В принципе, у нас базы Идеальные ногти и Файбер. Они есть прозрачные, есть камуфлирующие. Давайте поговорим про каждую из них. Давайте, чтобы не запутаться. База Идеальные ногти. От своего названия я вам сразу скажу, что она реально Идеальные ногти. Она стоит на всех ногтях. Но для себя в процессе работы я выявила несколько моментов. Сейчас расскажу про них. Так как база Идеальные ногти более каучуковая, то она более мягкая, чем Файбер База. То есть она не мягкая сама по себе. Она в средней жесткости. Но она мягче, чем Файбер База. И, соответственно, на длинных ногтях. То есть она на длинных ногтях. Прям длинные-длинные. Легкое проседание. Легкое проседание, ну или по-нашему усадка. Особенно если мы говорим о ногтях, которые сами по себе имеют мягкую структуру. То есть она отлично стоит на мягких ногтях. Если это прям вот мягкие ногти, знаете, вот такие трогаешься, они прям сгибаются. Она не давит на ногтевую пластину. Соответственно, ее даже в педикюр можно поставить. Но так как она все-таки более густая, то в педикюре она ляжет слоем таким достаточно объемным. Насколько я знаю, просто я сама не мастер педикюра. Насколько я знаю, в педикюре вообще котируется прям максимально тонкое покрытие. Чтобы не было потом врастаний ногтей. То есть давления, чтобы не было. Поэтому на длинных ногтях единственный для себя, я выявила минус, она дает легкую усадку. Но также прекрасно стоит на коротких ногтях, ногтях средней длины и ногтях самих по себе жестких. Вот если ногти вашего клиента жесткие, то на длинных жестких ногтях она усадку не дает. На длинных, только мягких она дает усадку. Так, и как я говорила, база представлена как в прозрачном объеме, как в прозрачном виде, так и в камуфлирующем. И для чего еще часто используют нашу базу идеальные ногти. Огромный плюс для дизайнов. Плюс стразы. Установка страз на базу идеальные ногти. То есть это можно сразу смело говорить, что они будут держаться до коррекции. И также базы представлены в камуфлирующем виде. Есть база камуфлирующая просто... Господи, как же она называется? Бежевая. Есть просто бежевая, есть розовая. Есть просто бежевая, есть бежевая с блестками, с шиммером. Давайте сейчас поговорим опять же про нюансы нанесения этой базы. Повторюсь, что каждая база стоимостью 595 рублей 11 мл. Это такая вот база, у которой есть кисточка. Смотрите, у нее очень натуральный вид. Соответственно, в чем ее плюс? Вы наносите, делаете легкое выравнивание и все. То есть вашего клиента топом покрываете, можно отпускать. Это можно сделать с базой идеальные ногти, камуфлирующей. Но если вы хотите использовать базу идеальные ногти, камуфлирующую с блестками, здесь я нашла для себя некий нюанс. Во-первых, конечно же, она точно такая же красивая, только у нее еще есть вот такой вот легкий шиммер. В базе бежевой этот шиммер представлен в таком золотом варианте. А в базе розовой с шиммером, с блестками, представлена в таком серебристом варианте. Баночки у меня, конечно, рабочие. Видно, что используемые, поэтому не успела протереть перед эфиром. Смотрите, какой нюанс с ними. Сразу расскажу. То есть давайте идеальные ногти. Мы сейчас говорили о прозрачной базе. Прозрачная. А если мы говорим про базу идеальные ногти. Немножко спущусь. Идеал Нейлс. Камуфлирующая. Камуфлирующая. То можно сделать выравнивание этой же базой, которая просто камуфлирующая. А если мы говорим о базе идеальные ногти, камуфлирующая с шиммером. То здесь я вам рекомендую делать сначала выравнивание обычной базой. А вот базой с шиммером пользоваться именно больше как декоративным покрытием. Так как у нее есть шиммер, нанесение в толстый слой может дать вам пузыри. То есть у меня такое случилось. Может быть, конечно, что у меня лампа в тот момент, как сказать, заканчивала свой срок жизни. Но все-таки вообще база вот такие декоративные с блестками я рекомендую наносить не в толстые слои. То есть если ногти вашего клиента коротенькие, прям, ну то есть все, до подушечки дошли. То, конечно же, вы можете с этой базой сделать легкое-легкое выравнивание. Но если мы говорим о длинных ногтях, допустим, как мои. Кстати, вот здесь база розовая с шиммером. Сделан из нее бэби-бумер. То, конечно же, лучше нанести в более тоненький слой. И обязательно следите, чтобы ваша лампа была мощная. Но это, в принципе, относится ко всей продукции компании InGarden, начиная от цветного покрытия. У нас очень пигментированные гирлаки, и поэтому лампы должны быть всегда мощными. Поэтому, что касается базы идеальной ногти, я вам скажу теперь подытожу так. Она отлично сидит на ногтях. Красивые у вас ногти. Сивяшка или кто-то другое делал. Спасибо большое. Сама себе делала. В эфире даже показывала. Техника своя, придуманная по бэби-бумеру. То есть очень быстрая техника. Можете у нас здесь в аккаунте немножко пониже пролистать. Там есть то, как я делаю бэби-бумер. Давайте подытожим. База идеальной ногти от своего названия действительно стоит идеально на любых ногтях. Есть некоторые нюансы, чтобы вы понимали, чтобы вы потом не расстраивались. Что на длинных, мягких ногтях, прям на длинных ногтях, да, ну вот я говорю, начиная как от моих, она будет давать легкую усадку со временем в процессе носки. Но отлично можно делать ей инкрустацию. Также, если вы выбираете базу идеальной ногти, именно уже камуфлирующую, а они у нас представлены в оттенке розовая и бежевая, бежевая просто, есть просто база, а есть бежевая бриллиант Бейк... Сейчас неправильно еще прочитаю. Короче, база, которая с шиммером. Вот с ней нужно быть аккуратней. База, которая с шиммером, не может наноситься в толстый выравнивающий слой, выравнивающий, который идет с построением архитектуры именно на длинных ногтях, потому что большое количество материала с шиммером может сделать, как сказать вам, ну, не просушится она, в общем. Вот так вот может произойти, потому что большое количество и большой объем. Но если вы хотите сделать выравнивание базой камуфлирующей, то база идеальные ногти, обычная, камуфлирующая, будь то розовая, будь то бежевая, также можно ей сделать вот именно выравнивание. Так, у вас очень приятный тембр голоса только вести. Спасибо большое, засмущаете меня сейчас? Очень приятно. Поэтому, девочки, здесь все понятно. Если есть какие-то вопросы, давайте сразу разберемся. По идеальным ногтям все хорошо, все ясно. А я сейчас вам их нанесу. Так, давайте нанесем базу. Просто обычную базу я не буду идеальные ногти наносить, то есть, ну, обычная прозрачная база. Я вам покажу нанесение камуфлирующей базы бежевой. Каким образом лучше наносить камуфлирующие базы? И частый вопрос, нужно ли под них наносить тонкий слой прозрачный. Могу сказать по себе и по своему опыту, как работаю я. Я когда работаю с любой камуфлирующей базой, я эту же базу прям очень таким тонким, я бы даже сказала, жадным слоем наношу на ногтевую пластину, конечно, которая заранее подготовлена. Прям вот таким вот втирающим. То есть, у нас же сейчас с вами чешуйки ногтевой пластины приподняты, и, соответственно, когда я вот таким вот движением втираю материал, я заполняю какие-то чешуйки, то есть, закрываю их. И работаю, в принципе, всегда с любой камуфлирующей базой так же. То есть, ее в первый тонкий-тонкий жадный втирающий слой, прям вообще размазываю по ногтевой пластине и отправляю на полимеризацию. То есть, сразу же каплю я никакую не наношу. Отправляем на полимеризацию. А пока, чтобы не тратилось время, покажу вам базу идеальной ногти именно с шиммером. Как я и говорила, они представлены в двух вариантах, розовая и бежевая. Одна с камуфлирующая, бежевая с золотым шиммером, а розовая уже с более таким серебристым, вот как у меня на руках. Привет, какая тема? Привет, тема эфира у нас сегодня базы. База Ингарден, как подобрать, какими пользоваться. Давайте сейчас я вам покажу поближе ее. Наверное, в стороночку листочек уберем, пока здесь. Ведем такую больше практическую часть. Уже запачкала. Смотрите. Это которая бежевая с шиммером золотистым. Здравствуйте. Про кислотность баз что можете сказать? Честно, я этой темой сильно не интересовалась. То есть, я не проводила все эти тесты, как там в конце года все с ума сошли немножечко с этими тестами. Я знаю, что, конечно, существуют более кислотные базы, менее кислотные. Могу сказать, что наша база отлично проходила тесты, которые я смотрела. То есть, у нас кислотность в норме. Кислотность у баз должна быть, вы поймите, потому что если кислотности нет, то она не будет стоять на ногтевой пластине. Давайте здесь сразу сделаем выравнивание, чтобы не тратить время. Повторюсь, база с шиммером. Если укладывается выравнивающий слой, то он должен быть тоненьким. То есть, это не слой, который у вас достраивает архитектуру. Ставлю у кутикулы и такими длинными движениями растягиваю. Она, в принципе, сама по себе, даже вот в тонкий слой, когда я сейчас наносила, она уже отлично закамуфлировала мою прозрачную типсу. Так, давайте перевернем. Так, очень хорошая фирма, пользуюсь давно. Ингарден, знак качества. Я с вами очень согласна, потому что, на самом деле, фирма находится уже более 13 лет на рынке. И зарекомендовала себя именно как продукция с хорошим составом. Можете также почитать, есть хэштег у нас, называется хэштег техничка, нижнее подчеркивание, Ингарден. Там вы можете побольше узнать о бренде, о составе материалов. Так, подождали. Переворачиваем. То есть, здесь у нас с вами тонкий декоративный слой, такой с легким выравниванием, но без построения архитектуры. Отправляем в лампу. И давайте вернемся к вопросу о камуфлирующей базе еще раз. То есть, как я ей работаю. Вы, если вам неспокойно, вы можете взять, конечно же, вашу любимую прозрачную базу и ей сделать первый слой. Но, как я и сказала, я делаю по своей методике. Я этой же камуфлирующей базой наношу тонкий втирающий слой, жадненький такой, на баночку подальше от лампы. И отправляю на полимеризацию. А после этого я наношу еще один тонкий слой, так называемый скользящий. Сейчас работаю я базой камуфлирующей бежевой. Со всех сторон одни звуки за окном, дети. Обожаю вести эфиры в шесть вечера. Так, и после этого набираю каплю материала, необходимую мне. И вот уже этой базой я могу сделать выравнивание с построением архитектуры на длинных ногтях, так как в ней не присутствует шиммера и ничего мне не помешает полимеризации. Есть ли у вас личный канал на YouTube, хотела бы подписаться и смотреть. У нас есть аккаунт на YouTube, да, он называется InGarden Official также. А если вы лично про меня, то у меня нет. А там на нашем аккаунте вы можете посмотреть. У нас также там и мастер-классы есть на YouTube. Так, спасибо за расфокус. Очень приятно. Что такое? Так, смотрите, как я ноготь обломала сейчас, когда ехала. Боюсь, что он у меня сейчас отлетит, если я его срочно не подшаманю. Так, давайте, смотрите, то есть я еще могу добавить объем. Она хоть и камуфлирующая, но она прям такая естественная. Нету такой плотности прям камуфляжа, да, что просто как цветное покрытие выглядит. Она выглядит именно естественно. Еще есть розовая без шиммера, но у меня она уже закончилась. Она у моих клиентов пользуется большой популярностью. Розовая, просто идеальные ногти. Так, сейчас передержала немножко. Подождем. Обязательно следите за рукой клиента, когда вы переворачиваете. И если собрался уже прямо такой вот горбик большой, подождите. Дайте материалу немножко разойтись. Пускай он разойдется в разные стороны. Потом вы обратно перевернете. Вообще вопрос выравнивания. Почему часто не получается выравнивание? Потому что очень долго смотрим на блик. То есть чуть поменьше внимания бы на него уделять, потому что все равно финальное довыравнивание у вас идет топом. При помощи базы вы просто выстраиваете архитектуру. Так, сейчас подождали. И перед отправкой в лампу еще на секундочку разворачиваете ручку клиента, чтобы пока вы смотрели, у вас блики не разбежались. Так, очень хочу базу с шиммером, но боюсь, после файбербазы не так будет держаться. Что касается базы с шиммером. Смотрите, я уже одну нанесла. Сейчас как-нибудь свет попробую выправить. Как-то желтит, как будто бы экран у меня, я не могу понять. Что касается сравнения файбербазы и базы с шиммером, конечно, файбербазы посильнее. Я сейчас выкрашу еще одну типсу в идеальные ногти с шиммером, базой, и потом расскажу вам подробнее про файбербазы и как вообще поступить, если хочется файбер. Ой, точнее, хочется базу с шиммером, но есть страх того, как будет стоять. Здесь у меня база иде... А, куда стоять? Стой на месте. Идеальные ногти розовые с шиммером. Сейчас мы ее с вами нанесем. И перейдем к разговору о файбербазе. Те, кто смотрят наши эфиры часто, знают, какой я фанатик файбербазы. И я вам сейчас расскажу подробно, почему. Не потому, что идеальные ногти мне там не нравятся. Нет, просто есть ряд моментов, за которые я люблю именно файбербазу. Начиная от того, что мои клиенты, 99% моих клиентов носят длинные ногти. Но, как вы знаете, крепкие ногти есть далеко не у всех. Здравствуйте, здравствуйте. А клиент хочет подлиннее. Соответственно, я должна выдержать архитектуру базой. Файбербаза, она стоит просто, ну, намертво. Идеальные ногти стоят намертво также. Но я вот любитель перестраховаться. Сейчас нанесем, я вам расскажу прям поподробнее и покажу. Так. База идеальные ногти отлично подходит на тот момент, когда вы еще не совсем быстро можете делать выравнивание. То есть, это у нас просто камуфлирующая бежевая база. Очень натуральная. Сейчас на своих ногтях, конечно, я, ну, вот так хотя бы. То есть, прям натурально смотрится. Сейчас еще чуть-чуть. Если вы не умеете, допустим, пока что быстро делать выравнивание, или все равно у вас разъезжаются плюшки такие, то присмотритесь к консистенции баз идеальные ногти. Потому что консистенция очень удобная. То есть, она не жидкая. Вот именно что ранее я пользовалась базами. Когда еще не сильно понимала, в чем отличие. Чтобы вы понимали, база, на которых написано «экстра» или «стронг», это базы, которые жесткие. То есть, что значит жесткая? Вы, когда ее заполимеризуете, там просто можете на отдельном... Сейчас, как-нибудь свет бы попал. На отдельном участке, там, допустим, из-под формы заполимеризовать по кусочку любой базы, которая у вас есть, и попробовать сжать. Так вот, базы жесткие, они прям очень сложно так сжимаются, и они на тонких ногтях дают отслойки. Ну, как бы, чтобы вы понимали. Есть мармеладки такие. Мармеладка в сахарной посыпке. Внизу, внутри мармелад, он что? Он эластичный, он мягкий. Сахарная посыпка, она хрупкая. Когда мы начинаем давить на эту мармеладку, что делать? Сахар трескается. То же самое происходит с жесткими базами на мягких ногтях. Вот, наверное, примерно так. Достаю. Давайте сейчас быстренько глянем. Кстати, еще, если кому-то интересно еще более подробнее про базы узнать, вы можете перейти в наш аккаунт ВКонтакте. ВКонтакте у нас есть группа, называется также InGarden Official, и там в сохраненных видеозаписях очень много информации есть про базы. В этой базе у нас с вами идеальный ногтик. Просто бежевая, это у нас с вами, так, сейчас, вот это у нас с вами бежевая с золотым шиммером. Сейчас как-то на экране, вот, немножко подвыровнялась. А это розовая с серебряным шиммером. Вот эти две базы с шиммером мы наносим с вами с легким выравниванием, без построения архитектуры. База камуфлирующая идеальные ногти может использована быть в качестве конструирующего такого материала, который может построить нам архитектуру. Возвращаемся к файбербазе. Сейчас я вам расскажу. Файбербаза. О ней представлено, она также есть и прозрачная, но я покупаю сразу файбербазы именно с эффектами, то есть камуфлирующая. Есть файбербаза розовая, есть молочная. Что говорится у нас на этикетке? На этикетке у нас с вами подписано, что база идёт с витаминами Е и В5, и также у базы есть нейлоновые волокна. Сейчас я вас приближу. То есть вот камуфлирующая розовая, вот молочная. Мы их сейчас также нанесём, но я хочу сначала вас нанести под макросъёмкой. Смотрите. То есть что это за нейлоновые волокна такие? Ой, простите. Что-то и нос заложило прям. Какая-то аллергия началась в конце это лето. Так, макролинза. Прям такая убийственная. А сейчас мы с вами оденемся. Ага. Я ж не сняла саму линжу-то. Здесь есть увеличительное такое стекло, а есть сама макролинза. Так, супер. Так, что у нас здесь с вами? У меня есть кисточка вот такая от Энгарден. Она для акригеля отлично подходит. Я сейчас ей нанесу файбербазу. Немножко света бы сюда. И покажу вам, что же, собственно, там за нейлоновые волокна. Розовая база. Сейчас мы с вами возьмём. Я не буду прямо сейчас выравнивание делать или что-то ещё. Я сейчас просто нанесу в тонкий слой, чтобы вы увидели эти волокна непосредственно. Так, здесь надо её немножко очистить, чтобы это была не пыль. Конечно, на прозрачной, наверное, базе лучше было бы видно. Так. Давайте сейчас приближу. Немножко растяну её. Наверное, тонкую кисточку надо взять всё-таки. Я аж дышать перестала до какого-то мгновения. Так, в Казахстане, в Караганде есть представители. Вы можете посмотреть у нас актуальные сторис. У нас там все наши представители должны быть отмечены. Или просто заказать с официального сайта. Так. Немножко растянуть. Вот как назло, вот прямо сейчас вот не подловить мне эти волокна. Так. Я не сдамся. Нет, сейчас всё-таки я найду прозрачную базу и покажу вам на прозрачной кардербазе. Потому что сейчас будет сложно тогда мне показать всю эту прелесть. Побудьте немножко, пожалуйста, бумага на режиме. Чтоб потом не переключаться. Так. Просто у меня был маленький совсем тюбик файбербазы прозрачный, что я пользуюсь всё время конкурирующей. Я нашла его. Так. Не нашли. Тогда, может быть, просто оставьте запрос в директе. И вам ответит наш администратор. Вот у меня маленький тюбик прозрачной файбербазы. Здесь, в принципе, на кисточке уже есть поползновение того, что есть эти волокна. Как бы тут подобраться-то ещё. Так, сейчас мы её перенесём сюда. Какая у вас основная профессия? Случайно не психолог? У вас очень успокаивающий голос. Вы бы не любите. Спасибо большое. Нет, я не психолог. У меня основная профессия – это мастер по маникюру, инструктор по маникюру. Всё, что связано с маникюром. Но мне кажется, когда мы много с вами всё равно работаем с людьми, каждый мастер в какой-то степени становится уже лёгким психологом. Так, сейчас вот здесь вот посмотрите, внимательно присмотритесь. Видите прозрачные, тоненькие такие вот ниточки? Это и есть нейлоновые волокна. Скажите, пожалуйста, что вы их видите. А уже руки дрожат. Вот они. В прозрачной базе видно лучше. То есть в чём плюс этих волокон? Это то же самое, что когда мы с вами делаем выравнивание и укрепление с акриловой пудрой. То есть мы с вами наносим в прозрачную субстанцию дополнительную, дополнительный укрепляющий слой. Вижу! Ура! Я сделала это. Вот. То есть что получается? Получается, что ваша конструкция становится гораздо крепче. А вот так вот сейчас, если приблизить, конечно же, будет не видно. Видно. Всё отлично. Вот здесь вот с этой стороны прозрачная у меня была нанесена. И розовая. То есть ваша конструкция за счёт того, что есть дополнительные какие-то составляющие, становится гораздо крепче. В каком городе, как на вас подписаться? Мы находимся в городе Санкт-Петербурге. Этот аккаунт, с которого вы меня смотрите, обязательно подписывайтесь сюда. Мой инстаграм-аккаунт mariamoon. Также можете задавать вопросы по прямым эфирам. mariamoon. Два нижних подчёркивания. И давайте теперь поговорим про, значит, мои любимые. Как раз файбербазы. Первое. Это то, что я вам уже показала. Сейчас я какую-нибудь кисточку возьму, чтобы внести потом. Первое. Это то, что я вам уже сказала. То есть непосредственно мне нравится, что дополнительное есть укрепление. И второе, что мне очень нравится, это, конечно же, цвет. То есть это гораздо более крепкая для меня субстанция. И я наношу такую файбербазу на любые ногти. И на короткие, и на длинные, и с выравниванием. То есть она даёт вообще отличную носибельность. Она не жёсткая. Хоть и кажется, что вот эти волокна есть, да, она не жёсткая. Спасибо, пожалуйста. Она не, как сказать, не отслаивается от тонких ногтей. Поэтому от тонких и от мягких. Я вообще, в принципе, даже делаю такую штуку. Кстати, ещё про волокна. Кто боится, что они будут торчать, ваза самовыравнивается, и ничего не будет торчать. А сейчас вот я прям сделаю с вами выравнивающий слой. А потом также включу макролинзу. И мы с вами посмотрим, что полностью гладкий ноготь будет. Так, что я говорила-то? Что-то я забылась. Вот. А, вот, хотела лайфхак рассказать. Я вообще, когда делаю наращивание ногтей, я не делаю наращивание при помощи акригеля или геля. Я не выстраиваю архитектуру. Я всё время донаращиваю свободный край. Даже вот сейчас вот на данный момент здесь просто донарощен свободный край. А сверху я уже всегда делаю выравнивание файбербазой. И носится такая конструкция отлично. То есть наращивание у меня превращается в более быстрый способ. Ну, такое салонное наращивание. Понятное дело, что мы не делаем никакие арки, никакие там формы типа Эдж или современный миндаль. Это просто такое экспресс наращивание. Цвет приятный. Ой, это точно. Это правда. Я ещё за это её и люблю. В общем, файбербаза. Давайте резюмируем. Стоимость у неё такая же, как я и говорила изначально. 30 мл. 990 рублей. 11 мл. 595. Я беру всегда большой объём, потому что она у меня находится в рабочем состоянии постоянно. Так, включим, конечно же, макролинзу. Сейчас когда заполимеризуем, а то пока я буду включать и подгонять, она вся растечётся. И молочная файбербаза. Кстати, вот. Молочная файбербаза сейчас является у меня основой Baby Boomer. Я делаю выравнивание с отступом от кутикулы, а потом беру базу с шиммером. Идеальные ногти. Здесь розовая с серебряным. И делаю растяжку по молочной файбербазе. И всё. И получается Express Baby Boomer. Под файбербазу я опять же наношу саму же файбербазу. Наношу тонким слоем. Полимеризую. Потом достаю. Наношу ещё тоненький скользящий слой. И делаю выравнивание. Это молочная база. Тоненький слой. Видите, она уже всё равно даёт перекрытие. Надо молочную заказывать. Розовая файбербаза у меня. Конечно, вообще. Запасов, наверное, на всю жизнь. Молочные надо подзаказать. Наношу, а потом уже переворачиваю. И жду, пока у меня сформируется апекс. Сколько рекомендуемое производителям время носки материала? Честно говоря, сейчас вы меня немножко поставили в тупик, потому что такой информацией я не обладаю. Я могу сказать просто как мастер практикующий о том, что рекомендуемое время носки материала не должно быть более чем 4 недели. От себя могу сказать. Потому что любой материал имеет свойство разрушаться всё равно. То есть, под воздействием химических каких-то веществ. То есть, всё равно же мы все занимаемся и домашней работой. Кто-то в саду, говорится, любит с разными удобрениями. Кстати, хороший вопрос по поводу, жгут ли базы в лампе. Нет. База, файбербаза и база идеальные ногти в лампе не жгут. То есть, файбербаза вообще не чувствуется. Даже у самых чувствительных клиентов. Так что, пока я говорю, у меня уже растекаться начинает всё это дело. Поэтому, если у вас есть такая проблема, что у клиентов печёт в лампе, то присмотритесь также к базам. Опять же, почему, девочки, в лампе жгёт база? Потому что база есть разного времени полимеризации. Наши базы сушатся от одной минуты. Так, сейчас. Где у нас? Сфокусировался бы. То есть, в лед лампа одна минута. Соответственно, нет быстрой вот этой моментальной реакции, за счёт которой, в принципе, и происходит выделение тепла. Давайте сейчас немножко в сторонку. Я обещала макролинзу подключить обратно нам. Ну, здесь у неё никаких... У файбербаз нет никаких нюансов нанесения. То есть, тонкий слой, втирающий, жадный, первый, отправили на полимеризацию. Потом ещё один тонкий скользящий слой. Капля с выравниванием перевернули, построили архитектуру и отправили в лампу. Всё. База не печёт. Так, сейчас. И по поводу нейлоновых волокон, что они после полимеризации разглаживаются и не торчат. Посмотрите, нет никаких торчащих волосков. Просто я один раз пользовалась файбербазой давным-давно от другой торговой марки. И была проблема вот именно вот в этих волосках, что они торчали со всех сторон. Но тогда это, наверное, были ещё экспериментальные продукты. Всё, она идеально гладкая. Тоже как вариант... Ну, кстати, я когда ленюсь, я всё время предлагаю своим клиентам сделать выравнивание либо молочной базой вот этой вот, потому что они тоже её очень любят, либо розовой, и всё. Ну, и там на кончик, может быть, блёсточек каких-нибудь посыпать, и всё. Файбер подходит для длинных, тонких, перепильных ногтей? Да, абсолютно. С торца база стекает, и он остаётся прозрачным. На торце база более полупрозрачная, ровным счётом, как и на боковых стенках, и у линии кутикулы, потому что оттуда материал у нас с вами оттекает. То есть он у нас формируется в центре. Вот так выглядит и молочная, и розовая. Не то, что он совсем прозрачный. То есть вот вы видите на прозрачной типсе. Он не совсем прозрачный, просто в любом случае на свободном крае у боковых стенок и у линии кутикулы материала всегда меньше, соответственно, он не такой насыщенный, как в центральной части. Ну, то есть это нормально. Вот так вот. Обожаю просто. Ну, такие они прям карамельки. Из них тоже отлично baby boomer получается. Сначала делаете выравнивание молочной базой с отступом от кутикулы, а потом растягиваете розовую. Но, правда, вот эта розовая файбер, она всё-таки более полупрозрачная. Я поэтому всегда себе беру розовую с шиммером. То есть вот у меня baby boomer переход. Так, подложкой, смотрите, я же говорила уже подложкой, я пользуюсь самой же самой базой этой файбер. Делаю тонкий-тонкий втирающий слой, отправляю в лампу на полимеризацию, потом ещё один тонкий слой и уже выравнивающую каплю. На торцы её можно подтянуть, и не будет прозрачно. Вы можете, конечно, тоненькой кисточкой прокрасить торец. Но я вам скажу, что лучше торцы всё-таки делать более тонкими, не нагружать их, особенно если мы говорим о тонких ногтях. Так. Поэтому, смотрите, выбор остаётся за вами. Я вам рассказала своё честное, независимое, экспертное мнение. Как вы видите, все эти базы у меня в ходу, всеми я пользуюсь, но в 90% случаях я беру как основную базу, это файбер-базу. База с шиммером я пользуюсь ими как более декоративными, а база идеальные ногти камуфлирующие, вот эта бежевая, у меня идёт для коротких ногтей и ногтей средней длины. То есть если хочется вот такой цвет, потому что не все клиенты любят такие полупрозрачные вуалевые цвета. При сгибании они не ломаются, нет, девочки, потому что при сгибании ломаются базы именно хрупкие такие, жёсткие. Эти нет. Они у нас пластичные. Вот такая у меня была для вас тема эфира. Если есть какие-то вопросы, давайте обсудим. На белый фон хочется, чтобы... Вот такие вот красавчики. Бумагу изляпала. Если есть вопросы, давайте обсудим. Если вопросов нет, то... Собственно, давайте пойдём по своим делам. Так, я попробовала прозрачную файбербазу, супер, очень быстро выравнивать. Смотрите, у нас в принципе все базы, все, которые представлены в линейке идеальные ногти и файбербазы, они все быстро самовыравниваются. Поэтому здесь никаких вообще вопросов нет. Это истина и правда. Но я вот сейчас в последнее время перешла именно на камуфлирующие базы, потому что это удобно. Это не затратит большое количество времени. Про топы послушать. Ну, смотрите, про топы у нас сейчас в тему эфира не входило. Я просто от себя сейчас вам расскажу, что касается топов. Выходите чаще в эфир. Девочки, у нас очень часто эфиры есть. Вы можете посмотреть расписание на нашем аккаунте, на нашем сайте. Сейчас даже могу вам показать, где посмотреть, чтобы поставить себе напоминание. Они проседают на длине файбер. База не проседает вообще ни на чём. База идеальной ногти на очень длинных, повторюсь, на очень длинных ногтях даёт усадку в процессе носки. За счёт того, что она всё-таки более каучуковая. Так, давайте сейчас. Смотрите, наш сайт InGardenShop. Переходите в раздел «Каталог». Спускаетесь чуть пониже. И находите раздел «Онлайн обучение». Заходим сюда. Какая вулечка, очень приятно было вас послушать. Спасибо большое. Заходите в раздел «Категории». И здесь уже выбираете, где вам удобнее смотреть. Но просто имейте в виду, что в разных местах, то есть в Инстаграме и ВКонтакте, разные темы могут быть. Смотрите, заходим. Обучающие в Инстаграм эфиры. И давайте посмотрим. То есть, смотрите. 2 августа, допустим, у нас был эфир «Как ускорить работу Нейлмастера». Я проводила. Организацию рабочего места там я проводила здесь. Сегодня вот у нас с вами 18.00. «Как подобрать базу» тоже я. Завтра, точнее, послезавтра. Наш технолог Марина Шиян расскажет и покажет вам свадебный дизайн. То есть, вы можете, в принципе, выбрать то, что вас интересует, и поставить себе напоминание просто вот и всё, чтобы знать, что сейчас где показано, какие там моменты вы хотите у себя подтянуть. Так, давайте теперь сейчас быстренько тогда, быстренько про топы расскажу вам. Ну, смотрите, топы у нас представлены, те, которыми я чаще всего пользуюсь. Это «Космо Вельвет» матовый без липкости и «Х-Топ» тоже без липкости. Я вам всем рекомендую переходить на топовое покрытие без липкого слоя, потому что это значительно экономит время. Так, топ матовый очень быстро стал будто засахариваться, и всё в крупинках. Ага, вот, смотрите, теперь давайте я вам сейчас поясню, почему так случилось. Потому что матовый топ, в принципе, как большинство матовых топов, они быстро схватываются, то есть они быстро при полимеризации схватываются. Поэтому, когда вы работаете с матовым топом, у меня, кстати, тоже на горлышке немножко он иногда, ну, сейчас вот здесь вот чистенький. Почему? Потому что я стала за ними следить. Когда работаете с матовым топом, обратите внимание, что здесь горлышко прозрачное, поэтому нужно его ставить как можно дальше от лампы, и если вы работаете на солнечной стороне, закрывать от солнца, потому что он быстро схватывается. Но если вы будете за ним следить, убирать, то есть вот он у вас будет такой же, как у меня. Матовый топ я очень люблю, Космо Вельвет, он без липкого слоя, как я вам и говорила уже, переходите на матовые топы без липкости, вообще на любые топы. И когда мы говорим о матовых, всегда имейте в виду, что нужно их полностью полимеризовать, ни в коем случае нельзя их подсушивать. И наносить нужно обязательно равномерным слоем. Не так, что здесь вы поднажали, здесь капелька у вас там побольше, здесь поменьше. Поэтому нюансы есть. Так, я спрашивала про то, когда будете вы именно, а не про напоминание фермеров. А, я вас поняла, ну хорошо. Поэтому я вам показала, что вы можете посмотреть в расписании, когда я буду. Можете там посмотреть, если вы ищете меня. Поэтому, девочки, матовый топ обязательно мы убираем от лампы, прям закрываем крышечку. Ни в коем случае у нас отдельно кисточка не лежит и не стоит отдельно баночка, потому что у меня тоже был такой косяк. Если бы, если бы нашла бы топ, который у меня тоже подпортился. Посмотрим, подождите-ка. Так. Вот, вот, об этом вы говорите ведь, правильно? Смотрите, вот у меня два топа. Один, за которым я ухаживаю, а второй, на который я не обращала внимания. Поэтому он у меня теперь только для дизайнов. Это потому, что я постоянно, когда работала, раз так в сторонку крышечку бросила, и потом там в баночку окунала, когда мне надо. И еще при всем при этом рядом с лампой. Поэтому это для дизайнов, это для клиентов. Он красивый. Спасибо, буду знать. Пожалуйста. Смотрите, я полностью сейчас провела цикл полимеризации. Прямо уже всю запачкала эту несчастную бумажку. Давайте хоть так. Смотрите, вот он какой. Он прям такой бархатистый-бархатистый. Он мелкодисперсный. Он не пачкается. Светлые оттенки не пачкает. Ну, конечно, если мы не говорим, что ваш клиент там пошел в свеклу руки, уронил или в хну там упал. То есть при обычной носке он не пачкается. Но также говорите своему клиенту о том, чтобы он периодически протирал. Это у нас с вами матовый ток. И давайте сейчас глянцевый. Напоминаю, матовый ток Космо Вильбет. И глянцевый без липкости. Иксток, он вообще просто моя любовь, потому что он носится до самого конца с блеском. То есть он не затирается. Так. Наносим тоненький сначала слой. Сначала тоненький наношу. А потом, как я вам и говорила ранее, что у нас достраивание идеального блика выходит именно на этапе выравнивания. То есть нанесли тоненький слой. В зоне у кутикулы кисточку можете поставить, развернуть и вот таким вот веером прокрутить. Сначала тоненько. И имейте в виду, что любой топ нужно просушить до конца. Не делайте промежуточных просушек. Тогда у вас топ будет идеально носиться. Поставили капельку у кутикулы и растянули вот такими длинными лучиками. Потом ручку клиента перевернули. Добрый вечер. У нас здесь тема про базы и немножко даже топы. Задели. Эфир сохраним, поэтому можете пересмотреть. Эфир, девочки, будет сохранен в... Не нахожу это слово. HDT. Instagram TV. Там будет сохранен эфир и сможете его пересматривать. Так. Вот он какой у нас матовый топ. Красавчик. Он очень гладенький. Нет, глянцевый не желтит на светлых. Нет, абсолютно. И самое главное, что он не синит. Черные, темные оттенки. Когда делаете легкое довыравнивание, нет такого эффекта, что там у вас в центре более такой синий участок. Поэтому-то я, собственно, ими и пользуюсь двумя. Потому что этот идеально мягонький, такой идеально бархатистый, прям вообще очень приятный. Мелкодисперсный, то есть нет пористости. Всё. И наш глянцевый красавчик. Для френча, да, конечно, подходит. У нас ещё есть такая рекомендация. Если вы работаете с френчем, то попробуйте рисовать гириллаком номер 080. Он такой слегка синий-фиолетовый, но на френч смотрится прям в белом. Вот такие вот топы и базы. Поэтому такая у меня была сегодня для вас тема эфира. Было приятно с вами пообщаться. Спасибо вам большое за безумно приятное количество положительных комментариев. Принимайте к сведению мои знания, наработки и приходите на наши эфиры. Всё. Всем хорошего настроения. Благодарных вам клиентов. С вами была Мария Мун. Пока-пока.